Субтитры создавал DimaTorzok Александр Юрьевич Вообще надо читать его все Так Ну насчет С Кемерово понятно где он Сибиряк 39 лет 10 лет садоводом Стал Выпросил тещу сейчас огорода Ой как я выпрашивал Понимаю Начал покупать на рынке саженцев Сколько денег на ветер выброшено Теперь снега зимой Полтора метра Винные годы Кстати тут же где-то Были люди которые жаловались Из Кемеровской области Что снега не бывает Видимо разные регионы Так кстати по моему Кемерово это же Савянские горы Вот у нас из-за гор Снег к нам не проходит Обходит Наверное там тоже есть Снежные и бесснежные Так Наткнулся на ваш сайт Выписал диски Смотрел фильмы Понял Занимался не тем Изучил технику приютки По вашим дискам Спасибо Так До 46 Доходил до минус 46 Я уже сокращаю Много вымерзло Все что выше снега Теперь этот сад Маточный Так Заготовились очень Челенки Понял это место Не самое хорошее Стал искать участок И вот заметьте Это я специально Помните Все Один из важных факторов Это все таки Ландшафт Два года назад Купил участок На вежем склоне села 8 км от города На юг Перепад температуры С маточным садом До 10 градусов Вот так вот Вот Сколько лет он потерял До 10 лет занимался Последние два года Только это Теперь Значит Высевал В 2018 Схожесть неплохая Перезимовали на грядке О Значит с осени Ныне Рассадил на участок Все корни собственно Останавливая масса Детям Ажи с кабрикосом 1-5 Ассорти Амур Сливы Персики Бродского С 10 Взошли 8 Самый мощный Оставил Расти на месте Остальные пересадил К металлическому забору Где тепловая подушка Но как мне приятно Что мой термин Уже используется Тепловая подушка Делал грядку под семинары Сами просчете Вот Теперь Сейчас Ну что-то сами читайте Сэкономим время Прививки на корневые Пока питомники На новом участке Приваят только яблони Питомник Видите Он уже завел питомник Прививки на корневые Вот к сибирке Вот Жанна Видите Это мой ученик Вряд ли он Это Огорчит себя И людей Тем что На 12 год Начнут Мельчать Вот Вы знаете Я вот Про 12 год А я всегда С молнией в голове Вспомнил В одном Уважаемом Гранале Скорее всего Призыводном хозяйстве Но мне не обязательно Я прочитал Такую сентенцию Москвич Пишет По-моему С ученой степенью Следующее Вы мол Москвичи Во первых Губу не раскатываете Каждые Примерно Он связывает это С космическим Там Этим Как он называется С космическим календарем С вспышками на солнце Каждые 12 Я примерно цитирую 12-12 лет Все наши сады Подмосковья Погибают От сверхморозных зим 40 градусов Но это не значит Что мы должны руки опускать Заметьте Речь не о поиске Что-то новое Мы должны растить Да Вот после этой зимы Мы должны снова посадить Снова вырастить Получить несколько урожаев Потом опять Там Сверхморозная зима Спешка на солнце Именно с чем сначала Вот это наша судьба Вы представляете Меня В то время Я это считал за норму Это подмосковье-то Вот сейчас мне Лень вот это Не лень А время терять Вернуться опять Помните там это Где мы живем И где Москва И Москва как раз На границе Второй-третьей зоны И разве можно Так вот У людей убеждать Да ничего Садите Помрет Снова посадите И так оно и происходит Только помирает Они раньше Чем Вот эти вспышки Допустим Ладно 12 лет Если саженец Привитый На третий-четвертый год Заплодоносил Конечно Можно это самое 6-7-8 лет С плодами быть А потом пусть замерзает У нас то они Мерзнут Первую зиму Вот что Во вторую Вспомните Откуда саженцы Вот Откуда сибирь Я к тому что Это Мне вот это вот Я прицепился Что Пишет Прививки На корневые Отводки Сибирки А у него Выбора Это другого нет Все-таки Кемерово Этого Это самое Если у него До 12-й год Начнет даже Дичать Ну не то что Дичать Мельчать По-моему Он меня Не бросит Камень Часть из Ресопосадок Беру Часть из Брошенного В 2010 году Кемеровского Плодопитомника Ну вы поняли Там уже не сибирки Там уже Одичавшие Ранетки Или эти Не так Или Ранетки Или одичавшие Полукультурки Там все Заросло и перемешалось Но дикари Уже не 100% Дикари А Он напишет Об этом Сейчас это Дичавшие Полукультурки И Ранетки А дальше Заметьте Опять Железом А в них Уже бродят Генокультурных А значит Совместимость Культуры Должна быть Выше Но Что я скажу Господи Как же вас зовут Память Александр Юрьевич Были бы рядом Задушил бы Нас Но в обятих Вот Обнял бы Задушил Вот за то что У вас Это Уже понимание Пришло Ничего Жанна Следующая Будет Куда она Денется На них Привил Ваши черенки Супер Культурных Яблонь Так Внимание Че он пишет Всего Сделал Нынче Около Трехсот Прививок Яблонь Выживает Средним Восемьдесят Процентов А Ну что Часть буду реализовывать То есть Он уже будет Зарабатывать А тут Получилось Так Что Представь В гостевой книге Мое Свежайшее Письмо Вот Как зарабатывать Какой должен быть Участок Там был задан Ну я написал Гектар Погуще Засадить Пусть часть Погибнет То что останется Нельзя Вот Понимаете Без адаптации Нельзя Помните Мои фотографии Вот Кемерово Это уже рядом Там уже Особо адаптировать Нечего Тут такой же Климат Как у меня Тут Сибирь Там Сибирь Вот Только у него Снега побольше А допустим Где-то уже Да Там посложнее Там уже Высел Тысячу семян Косточек Допустим Если Дойдет До плодоношения Сто Конечно Сад состоялся Вот Конечно Он будет Лучше На всю область Или там Даже на республику Любой Может этот человек Сделать Тут ума не надо Либо только не заглублять Вот и все Видите как просто Только Таких вот Практически нет Поэтому мне Задушить-то почти Некого Вот Так что Александр Юрьевич Ваша жизнь В опасности За душу Вот От радости Итак Как я горжусь этим Вы понимаете Всего сделал В 300 Привык Выживает В среде В 80% Для первого Раза Это же Исключительный Случай Часть буду Реализовывать Уже Человек Зарабатывает Два года Как посадил Часть Пойдет В новый сад Обмотку Делаю Лентой Для Пионера Из Паховая Это его совет Раз у него Получается Значит Вы можете Использовать Очень удобно Приживаемость Выше Продается Там-то Стоит Копейки Еще не все Смотрите Это я выделил Это он Пишет Вы абсолютно Правы В том Что никто Понятия Не имеет Как правильно Садить И в целом Вращивать Деревья Никто Ну имеется Ввиду Брат Дачник А ну ученые Само собой То есть Я не сказал Само собой умеет Я не сказал Само собой не умеет Я до сих пор Понять не могу Если учат Убивать деревья Как они сами Это выращивают Последние пару лет Когда массово Заплодносил Мой массовый сад Ого А когда это Успе А ну да Ваши 10 лет Старше Так Приобрел Я некоторый Авторитет Люди поняли Раз у меня что-то Получилось Значит что-то знаю И умею вроде как Стали обращаться За советом Всех учу Вашим методом Посадкам на холмы Ну вы бы научили бы Эту самого Ганечкина Видели Эту Платонова Вот Ученые Заставляю Откапывать Корневые шейки Это понятно Где заглубили Выкидываю Битые арматуры Вместо колышков Учу задернять Песвольные круги Любить муравьев Их у меня На новом участке Очень много Муравейники Отмечаю Колями Чтобы не повредить А? Канечкина Никогда не прощу Что это миллионы людей Научило убивать Эти самые Муравейники Уксусом У соседей Клещи весной Вылазят А у меня нет Ни одного И тли почти нет Протклю Потом надо Отдельно сказать Учу не резать Деревья А при пересадке Наоборот Обрезать Кстати Сам я поначалу Вам Здесь не поверил Слушайте внимательно Это не письмо Это Мне подарок судьбы Я сегодня Это Спать буду спокойно Бывает Ночью устуть Не могу Любая Окрик И все Вот Нет никакой Витакиногибризации Говорит человек Которого я уважаю И все И вот так вот Раз Крест На всей моей работе Кстати Сам я поначалу Вам здесь не поверил И посадил Три необрезанных саженца И три обрезанных Это то что Наука Должно было сделать Все в 19 веке Результат На следующий На следующий Год Не Не На следующий Год наступает А через год У обрезанных Очень мощный рост А не обрезанных Так и сидят В одной паре А Две Назвать бы сейчас Две фамилии Знаменитые Один с Урала А второй с этого С Краснодарского края Разве можно так Чего он должен был Сам все это проверить И угробить Три саженца Еще один Бич из садовода Это покрышки В престольном круге Заставляя убирать Видели Представитель Ходейства А редактор Давно бы уже написали Что мы все время Сделали ошибку Что научили Миллионы людей Убивать деревья С помощью покрышек Гноить вернее Не убивать А гноить Соседу говорю Убери колеса С деревьев А он мне Это чтобы Косилкой не скосить Я говорю Убери А на колени Перед собой Стану Ты дерево душишь Убрал Ху Конечно Мой сад и питомник Очень маленький Больше это хобби Но в планах И косточку его размножать Приобрел Еще 15 соток О Теперь у меня 30 соток Буду стараться Я начинал С 11 Спасибо вам За все знания Что приобрел С уважением Новоселов Александр Юрьевич И Александр Юрьевич Не обидитесь Я ваш адрес Вот он Для чего Ну хотя бы Кемеровчане Пусть уже с вами Связываются Вот Нам таких питомников Как ваш Постоянно уже тысячи Нужно Выжить Выдавить их Это все Все завалено Этими Подными саженцами Ни один из которых Не выживает Вот И правительство такое Чтобы плевать им на все Миллиарды Утекают за границу Миллиарды Ну Две тысячи Два миллиона Саженцева Это маленькая часть Того что это Это уже миллиард рублей А мы не можем найти Пенсионерам Это самое Чтобы пенсию Не отнимали Несколько миллиардов Вот это вот У меня таких примеров Несколько десятков Меня бы на один день Вы назначили президентом Я понимаю Что не назначил Вот Значит Сразу бы Миллиарды Сто Это самое Тут же появилось бы Из ничего С пустого места Так Ну что Все Друзья мои Сейчас Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры